Мультсериал про отчаянных бойцов Бакуган сопровождал многих из нас на протяжении детства, заставлял задумываться о действительно важных вещах и, конечно же, развлекал нас захватывающими историями и шикарными боями. Сегодня речь пойдет о самой главной составляющей этого сериала – о Бакуганах. Поначалу нам представляли их как монстров, которые просто сражаются друг с другом на арене, но с самой первой серии эти создания раскрываются совсем с другой стороны, и под конец четвертого сезона становятся, как бы это странно ни звучало, полноценными членами общества. В этом видео я расскажу вам о всех Бакуганах, которые когда-либо появлялись в сериале. Их оказалось настолько много, что ролик придется разделить на три огромные части, так что вас ждет целый час контента о Бакуганах. Будет очень интересно, поэтому поддерживайте формат лайком, заваривайте себе жасминовый чаек и устраивайтесь поудобнее. Поехали! Но для начала я представлю вам спонсор этого ролика Raid Shadow Legends. Рейд – это пошаговая коллекционная РПГ с очень красивой графикой. В игре вы можете заняться чем угодно – от прохождения подземелья с боссами до сражений на арене с другими игроками. Игра абсолютно бесплатная, причем теперь вы можете играть в нее как на смартфоне, так и на ПК, также абсолютно бесплатно. Начать играть в рейд очень просто, ведь в ней есть огромная база игроков и множество ресурсов, где можно чему-то научиться. Ежедневно в игру играют более миллиона людей, и в ней состоялось уже более двух миллиардов сражений между реальными игроками. А также вас ждет огромное активное сообщество рейд в дискорде, с которыми всегда можно приятно провести время. Недавно в игре появилась новая групповая арена, где вместо одного сражения 4х4, как на классической, вы получаете серию из трех сражений 4х4. Совсем скоро за достижения на групповой арене начнут раздавать крутые награды. Так что если вы любите реальное пвп, вам обязательно понравится. Поддерживайте мой канал, качая рейд шэдоу леджендс по ссылке в описании. И вы получите 50 тысяч серебряных монет, 50 рубинов, 5 загадочных осколков, запас энергии, 1 день ускорения прокачки, ключ планового босса, а также крутого чемпиона-палача, в подарок. Бонусы будут действовать в течение 30 дней, так что поторопитесь. Приятной игры. Имя. Гидроноид. Стихия. Даркус. Пол мужской. Характер резкий. Послушный. Особой характеристики. Подкачивался за счет измерения смерти. Хотя мог бы и на турничках. Гидроноид, как и пятерка оригинальных бакуганов, стоял у истоков мультсериала и, будучи преданным напарником маски, рвал всех соперников подряд. Изначально их целью было создать сильнейшего бакугана для того, чтобы помочь Наге завоевать мир, и получалось это у них весьма неплохо. Только в начале сезона показатель силы гидроноида был равен космическим по тем меркам 350G. Причем Элис, будучи маской, успела прогнать своего бакугана через две эволюции – двойного гидроноида и альфа гидроноида, который по физическим данным уступал разве что драга. Самая эпичная дуэль этой парочки состоялась в 38 серии первого сезона, где этот, не побоюсь словом, монстр показал свой максимум. Также гидроноид успел появиться в Новой Вестрое, где побывал в заложниках Увексов, оторвал голову своему железному двойнику и создал тренд на вытянутые зубы. Мне нравится. Имя Лемилус. Стихии – все. Пол мужской. Характер нордический. Рыбный. Особые характеристики – самый дорогой морепродукт на Новой Вестрое. Лемилус – это один из бакуганов, стоящих у истоков этой игры. Его вид, как и многие другие, существует во всех стихиях, но в основном бойцами использовался только Аквас. Маруччи любил применять Лемилуса не из-за грубой силы, а скорее из-за способностей, позволявших уклоняться от атак и разрабатывать сложные стратегии, которые помогали ему победить. Хотя по лицу Лемилуса и не скажешь, но он довольно мирный и любой драки предпочтет партию в домино. Имя – Гелиос. Стихии – Пайрос и Даркус. Пол мужской. Характер вспыльчивый. Стойкий. Особые характеристики. Иногда балуются запретными картами. Пайрос Гелиос с самого первого момента появления стал одним из моих любимых персонажей этого мульта, и его действительно есть за что любить. Гелиос, в отличии от Гидроноида, хотел стать сильнейшим бакуганом просто для того, чтобы доказать миру, что он лучший. Он и его напарник Спектра шли на все что угодно, чтобы прокачать Гелиоса по максимуму. И после того, как ему не понравились запретные вещества с Вестола, они решили прибегнуть к технологиям. И знаете, весьма успешно. Чего только стоит костюм Максус Гелиоса, состоящий из ловушек. Просто одевшись в костюм из Фоксбота, Клаугара, Скраппера, Спиндла, Лефрама и Фенсера, ему удалось получить невообразимую силу в 3600G. Но в четвертом сезоне уже Даркус и Инфинити Гелиос спокойно мог достичь этой силы и без лишних дополнений, так как компьютер восстанавливал все повреждения и постоянно наращивал его мощь. Ну и раз уж мы заговорили про кибернизацию бакуганов, давайте поговорим о железяках, которых зачем-то свернули в шарик. Имя. Алтеер. Стихия. Вентус. Пол. Косит под мужской. Характер 8-битный. Роботизированный. Особые характеристики. 3D-симулятор Skyros. Алтеер Вентуса в тандеме с Линком стал самым ярким и запоминающимся персонажем из всех этих бездушных кибербакуганов. На самом-то деле их можно характеризовать тремя словами. Имбовые, но ломаются. Блин, серьезно? Это произошло с каждым кибербакуганом. Макьюбос, Борейтс, Хейдес, Фарброс, Элус и Драоид. Всех взорвали. В живых оставили разве что ловушек, таких как Варейт, Хаус Динамо, Гарвард и Фортрас. Варейт, кстати, это бакуган-ловушка Линка, который умел присоединяться к его основному бакугану, чтобы создавать мега-алтеера. Вся эта тема с кибербакуганами выглядит очень странно, особенно когда задаешься вопросом, а зачем было сжимать огромного робота в маленький шарик, если можно было и так всех захватить. Я понимаю, что дело тут в мерче, но вводить в сериал такие несостыковки, как бакуганов об стенку открывать. Имя – Дарак, стихия – Таркус, полумужской, характер нордический, стойкий, особые характеристики, все еще побаиваются спрея от насекомых. Дарак и император Бородиус выступали главными антагонистами на протяжении двух сезонов, и их истории прописаны гораздо лучше, чем у предыдущих злодеев. Но, к сожалению, Дарак точь-в-точь копирует образ Гелиоса, и от этого лучше как-то не становится. Он такой же дракон, родом из другого мира, также хочет силы и также переодевается в крутые костюмы. Ради эволюции он был готов даже вколоть себе ДНК Драго, что превратило его в фантом Дарака. Но когда Ганделя вторглась на Нифию, Дарак проиграл Драго и был поглощен силой священной сферы. В четвертом сезоне они с императором вернулись в облике Макмелла и Рейзонойда, где Дарак все же вставил себе модные Драго. И раз уж речь зашла о Нифии Гандели, мне стоит упомянуть бакуганов, участвовавших в битве за священную сферу. Они заметно отличались от бакуганов Вестрой по силе и внешнему виду. Если показатель G у обычных бакуганов составлял 300-400 пунктов, то сила ганделианских и нифианских бакуганов могла достигать 700-900G. Также коды этих бакуганов были доступны в Бакуган Интерспейс. Перечислять их, думаю, нет смысла, так как о них практически нет информации. Ссылки на все ресурсы кину в описании, можете потом почитать. Имя – Кондор. Стихии – Вентус, Саптерра и Хаус. Пол мужской. Характер нордический, скрытный. Особые характеристики передразнивают щелкунчика 24 на 7. Кондор – это, пожалуй, самый странный бакуган первого сезона. Но, несмотря на это, он был распространен среди бойцов Хауса, Саптерра и Вентуса. Стиль игры этим бакуганам чаще всего был весьма агрессивен. И игроки, такие как Комбо, например, проводили все время в атаке. Кондор, на мой взгляд, один из самых универсальных бакуганов в принципе. Но палец в рот этому парню лучше не класть. Имя – Эльфин. Стихии – Аквас, Даркус и Вентус. Пол женский. Характер настырный, переменчивый. Особые характеристики. В ее переодевании есть хоть какая-то польза. Эльфин – одна из самых интересных, ярких и глупых бакуганов. Но, несмотря на это, у нее имеется уникальная способность – смена стихии, которая в любой момент могла переломить ход игры в пользу Маруча. Кстати, да, во втором сезоне Эльфин сражалась вместе с Маруча, и эта парочка нравилась мне больше всего. Даже следить за взаимоотношениями Драга и Дэна было не так весело. Уровень силы у нее абсолютно такой же, как у большинства жителей Новой Вестрой – 400G. А после подгона силы от древних воинов – 600G. Также стоит упомянуть бакугана ловушку по имени Tripod Epsilon, который на протяжении всего сезона сражался бок о бок с напарниками и также умел управлять тремя стихиями. Как будто одной лягушки нам было мало. Имя – Джакар. Стихия – Вентус. Полмужской. Характер нордический. Выдержанный. Особые характеристики – защищает планету от десептиконов. Джакар является самым сильным из всех напарников Шуна. И хоть он и выглядит как бездушный робот, души в нем не меньше, чем в Скайресс. Подобные Джакару персонажи всегда на автомате притягивают к себе внимание. Любопытно то, что Джакар является одним из первых баку Скайрейдера, которые умеют отталкиваться от карты ворот. Кстати, интересно, научились ли они сами это делать, или имели такую возможность с рождения? Напишите свои догадки в комментариях, потому что я все же склоняюсь к первому варианту. Джакар, как и большинство бакуганов нового поколения, обладал внушительной силой в 900G и при этом мог соединяться с другими бакуганами, что звучит странно, но об этом чуть позже. Имя – Мрачный Жнец. Стихия – Даргус. Полмужской. Характер резкий. Вспыльчивый. Особые характеристики – Гот служил гидом в измерении смерти. Жнец долгое время сражался на стороне маски и отправлял кучу бакуганов в измерение смерти, но в итоге был предан своим же хозяинам и также был сослан в это измерение, где очень сильно похудел, прям ребра торчали. Когда Драга и Дэн попали к нему, Жнец встал на сторону добра и помог героям. Кстати, никто до сих пор так и не знает, зарос ли он обратно. Имя – Инграм. Стихия – Вентус. Полмужской. Характер переменчивый. Стойкий. Особые характеристики. В перерывах между сериями любят менять пол. Инграм по своей значимости ничуть не уступает Скайрес, по крайней мере для Шуна. Его стиль боя заметно отличается от всех его напарников. Он не использовал ни искусство ниндзя, ни классику Вентуса. Инграм вместе со своей ловушкой Хайлэшем наносил молниеносные и точные удары по врагу, одерживая победу в считанные секунды. После эволюции в арсенале Шуна появилась еще одна ловушка – Крыло Тени, который добавлял Инграму лишние два крыла и придавал сногсшибательный вид. И кстати, наши дубляторы правда поменяли ему пол, опомнившись только в конце сезона. И я их за это не осуждаю. Получилось даже веселее. Имя – Тигрера. Стихия – хаос. Пол женский. Характер нардический. Резкий. Особые характеристики пародировал старого Дэдпула до его появления. Тигрера и Руна были прям такой суровой женской командой. Тигрера всегда была для меня некой мудрой тетей, потому что местами давал Руны серьезные советы. И со стороны казалось, что она ее в некотором смысле опекает. Изначально Тигрера была ничем не примечательным бакуганом, которая научилась говорить по-русски. Ну или по-японски. Тигрера, как гидроноид, была в классической команде отчаянных бойцов. И вместе с ними прошла через эволюцию. Научилась ходить на задних лапах и очень больно бить когтем, называя это стремительный клык. А когда Тигрера переехала в новую вистрою, она нашла себе хобби и даже взяла ученика. О котором мы кстати поговорим во второй части этого видео, так что прожмите колоколец, чтобы не пропустить. Имя – Коридиан. Стихия – Даргус. Пол-мужской. Характер вспыльчивый. Особые характеристики – самый страшный кошмар сиамских близнецов. Коридиан был одним из главных бакуганов, созданных Макмелом и Рейзаноидом. Бакуганов хаоса, не путать со стихией. Он и его напарник Анубиас, наверное, даже были самыми лучшими злодеями первой половины сезона, так как у них хотя бы была какая-то мотивация сражаться с бойцами. В отличие от того же Макмела, который злой потому что злой, ну силу не получил, сферу не поглотил. Возможно, это и побудило авторов хоть немного изменить концепцию четвертого сезона и красиво закончить мульт. Но стоит также немного рассказать и о самих хаос-бакуганах. Имя. Бакуганы хаоса. Стихии. Все. Пол-мужской. Характер агрессивный. Стойкий. Особые характеристики. Не забываем про спред насекомых. Айрон Драгоноид, Болканон, Вертекс, Краул, Циклон Персиваль и Флэш Инграм. Бакуганы, созданные Макмелом и Рейзаноидом из энергии хаоса. По сути, все эти бакуганы были обычными миньонами, которых разом слили в конце истории, хотя они и были гораздо сильнее стандартных бакуганов. Но в этом есть один плюс. Мы хотя бы снова увидели Гелиоса. Но если серьезно, из этих бакуганов хочется выделить одного. Имя. Каркиноид. Стихия. Аквас. Пол-мужской. Характер резкий. Агрессивный. Особые характеристики. Страшный, но уж точно посимпатичнее Рейзаноидом. Каркиноид дебютировал в первых сериях четвертого сезона Бакугана. И уж не знаю почему, но его схватка с Маручей и Трайстером как будто вернула меня в атмосферу первого сезона. И показалось, что игра в бакуган это действительно сложный спорт, а не просто активирование способностей. Но как обычно, схватку прервал Миктоган и как я думаю, именно с этого момента сезон и пошел под откос. Имя. Многоликий. Стихия. Пайрус. Пол-мужской. Характер двуличный. Переменчивый. Особые характеристики. Меняет лица как лего-человечек. Теперь, когда мы наконец-то разобрались с хаос-бакуганами, давайте поговорим о неизменной классике. Многоликий и его напарница Чен Ли входили в команду антагонистов первого сезона, которые первое время работали на маску и отправляли бакуганов в измерение смерти. Многоликий до самого второго сезона входил в список самых сильных бакуганов, причем не за счет G-силы, а за счет способностей, позволяющих менять маску, а с ней и стиль боя. Включив, например, маску ярости, он мог существенно прибавить в силе. Маска печали отнимала у противника силы, а маска радости накидывала ему лишние 50G. И сразу отвечу на вопрос, почему я говорю об одних бакуганов в контексте способностей, а у других разбираю их характер. Просто правила боя бакуган, начиная со второго сезона, превратились в какую-то кашу. Поэтому я сужу о Гелиусе в первую очередь как о персонаже, а не как о боевой единице. Но Многоликий действительно один из тех самых игровых бакуганов, которые заслуживают уважения. Имя – Коготь Ужаса Стихии – Саптерра, Пайрус, Аквас и Хаус Полмужской Характер спокойный, выдержанный Особые характеристики – Мистер Крабс во время службы в армии Коготь Ужаса был одним из первых появившихся в сериале бакуганов. Его арсенал способностей был довольно скудным и, в отличие от того же Лемилуса, не пользовался особой популярностью. Но в чемпионате морепродуктов новой вестрои он однозначно побеждает. Имя – Жнец Стихии – Все Полмужской Характер резкий, агрессивный Особые характеристики – вы 100% ассоциировали его руки с граблями. Мрачные жнецы, хоть и выглядят как миньоны какого-нибудь злодея, на самом деле являются обычными мирными бакуганами, которые попали под влияние негативной энергии. Хотя для мирных бакуганов у них приличный запас силы – целых 320G. Этими бакуганами, как и кондрами, чаще всего играли в нападении. Не мусор же этими граблями разгребать. Имя – Набилайон. Стихия – Пайрус. Полмужской. Характер нордический, медитативный. Особые характеристики – Пайрус Тигрера. Когда я говорю фразу «старый добрый бакуган», на ум сразу же приходит мудрый старичок Набилайон, который фигурировал всего в двух сериях, но сыграл очень важную роль в путешествии отчаянных бойцов к центру Вестрой. По словам Драга, Набилайон живет в Вестрой с самого момента его появления и является мудрейшим бакуганов из всех ныне живущих. После того, как зона безмолвия разрушил Вестрой, он не сошел с ума, так как негативная энергия на него просто не подействовала. Чтобы помочь Драга в битве с бакуганами Наги, он пожертвовал собой. И как оказалось, не зря. По большему нам кошек, которые не боятся лавы. Имя – Хактор. Стихия – Вентус. Пол мужской. Характер нордический. Стойкий. Особые характеристики. Скрывает лицо под шлемом, потому что похож на Майков Азовский. Хактор был очередным крылатым напарником Шуна в третьем сезоне. Изначально у команды были только коды этих бакуганов, но когда принцесса Фабия привезла с Нифи их говорящие оригиналы, копии сразу же полетели в мусорку. После победы Нифи над Бородиусом, эти бакуганы, а вместе с ними и Хактор, остались помогать королеве и стали почетными рыцарями Нифи. Имя – Анхазавр. Стихии – Хаос и Даркус. Пол мужской. Характер нордический. Стойкий. Особые характеристики отсутствуют. Анхазавр – это один из обитателей новой Вестрои, который не светился в первом сезоне. Один Анхазавр Даркуса бился за шеду-проф в начале сезона, а Анхазавр Хаоса сражался на арене Альфа-Сити. С виду это просто прямоходящий крокодил в броне, но в сочетании со своим старшим братом он становится действительно опасным. Имя – Хаммерзавр. Стихии – Хаос и Даркус. Пол мужской. Характер резкий. Вспыльчивый. Особые характеристики – тот же Анхазавр, только промакс. Хаммерзавр имеет абсолютно те же данные, что его младший брат, но атакующих способностей в его арсенале побольше. Также он имеет большие щиты на руках и такой же животный характер, а в остальном это все тоже самое, ну разве что зубы поровнее. Имя – Эдчиби. Стихия – Даркус. Пол мужской. Характер назойливый. Стойкий. Особые характеристики – Даркус пупсень. Эдчиби появился в том же бою шеду-проф против Берона и сражался рядом с Анхазавром и Хаммерзавром. Использовав способность «Небесный поток», Немус поразил всех троих, таким образом освободив их из плена. Имя – Циклоид. Стихия – Саптерра. Пол мужской. Характер резкий. Стойкий. Особые характеристики. Ладно, вот он похож на Майка в Азовской. А, добрый вечер. Очень рад вас видеть. Уважаемый мною Циклоид, так же как и многоликий, входил в шестерку антагонистов и вместе со своим напарником Билли даже какое-то время находился на десятой строчке мирового рейтинга. Уникальных способностей у этого Бакугана также было завались. Первое, что бросается в глаза – это умение увеличивать конечности, как бы глупо это ни звучало. Ударив левой рукой по карте ворот, Циклоид мог спокойно ее разрушить и освободиться от ее влияния. В основном Билли и Циклоид никогда не уходили в оборону, поэтому когда им впервые пришлось столкнуться с Джулией и Гаремом, они сразу же проиграли, но все-таки внесли свой вклад в бой с Нагой и Хэлджи в конце сезона. Имя – Скайтрус. Стихия – Даркус. Полмужской. Характер послушный. Выдержанный. Особые характеристики. Присоединяется к Джакуру по своей инициативе. Скайтрус еще с момента создания новой Вестрой является учеником Джакара, хотя как можно научить птицу Ниндзюцу. Скайтрус является Скайрейдером, как и его учитель, а также он умеет объединяться с Джакаром, создавая ему огромные крылья и добавляя 1000 джи сверху. Он вместе со своим учителем и младшим братом принимал участие в битве против Мехтаниус Дестройера, к слову о его брате. Имя – Оберум. Все остальное то же самое, только он собака. Оберум также является учеником Джакара стихии Даркус. И объединившись, этот троица может собраться в огромного Пауэррэнджера, сила которого превышает 3000 джи, и в такой форме они вполне могут посоперничать с настоящим Мектоганом, но факт схожести с Мегазордом меня просто убивает. Имя – Преес. Стихии – Аквас, Саптера и Даркус. Пол мужской. Характер веселый, безрассудный. Особые характеристики – первый парень на Вестрой. Преес, как я уже неоднократно говорил, является моим любимым персонажем в этом мультсериале. Он умеет очаровывать зрителя всем – и речью, и юмором, каким-то выходками и даже стилем боя. Весь первый сезон Преес козырял своей способностью менять стихии, который, возможно, обучил и эльфин. Но главная способность, которая сберегла Прееса даже от измерения смерти – волшебное погружение. Такая карта прилагалась и к другим бакуганам Акваса, но в руках Маруча она буквально спасла Прееса от смерти. Еще одной занимательной способностью нашего земноводного было волшебное безумие. Заключалась она в том, что Преес просто уходил в инвиз и спокойно колотил врагов, которые вообще не понимали, что происходит. Кстати, Преес, в отличие от своих коллег по старой команде, после освобождения из плены вексов, вновь стал напарником Маруча, немного потеснив эльфин, а после окончательного поражения Зенегилда он также взял себе юного протеже Амазона, но кто бы его не заменил, невозможно забыть этот взгляд. Имя – Амазон. Стихия – Аквас. Пол мужской. Характер резкий. Задилистый. Особой характеристики – начал избивать Драга до того, как это стало мейнстримом. Амазон был первым, кто отделал Драга в четвертом сезоне. Когда Драга и Дэн прибыли в новую вестрой, чтобы научиться контролировать свои силы, Преес устроил им небольшой поединок, где Драга под градом ударов даже не успевал опомниться. Конечно же бой был нечестный, и Драга был не в форме, но зато мы смогли сполна полюбоваться способностями Амазона. В арсенале он имеет те же приемы, что и Преес, но Амазон гораздо быстрее своего учителя, плюс отлично научился деморализовывать соперника. Имя – Боевая пчела. Стихия – Вентус. Пол неизвестен. Характер спокойный, пчелиный. Особые характеристики – ее мед тоже имеет форму шара. Боевая пчела в первом сезоне была на вооружении у большинства бойцов Вентуса, хотя Шун, например, почему-то предпочитал крылья, а не крылышки. Возможно, потому что Боевая пчела, как и Кондор, больше ориентирована на агрессивные атаки комбы, нежели на аккуратную игру Шуна. Бакуган, кстати, весьма любопытный, и почему ее не добавили во второй сезон – непонятно. Имя – Ратизен. Аквас. Пол мужской. Характер резкий. Непоседливый. Особые характеристики – все еще думает, что его палец это пистолет. И раз уж мы сегодня прошлись по большинству Аквас Бакуганов, давайте поговорим и об этом. Ратизен был напарником Маруча во второй половине четвертого сезона. Как и все бакуганы Маруча, он был такой же чудаковатый, хотя тут уже смахивает на диагноз. Так как Ратизен сражался в окружении скайрейдеров, а сам таковым не являлся, он немного комплексовал по этому поводу. Но, к счастью, он мог объединяться с другими бакуганами, создавая баку комбо. Забавно то, что у Маруча постоянно появляются напарники с абсолютно разной внешностью. То ящерица, то эльф, что-что, а клюва у него еще точно не было. Имя – Гоблиншар, стихия – Даркус, пол мужской, характер нордический, наблюдательный, особые характеристики, промазать по нему перцовкой будет крайне сложно. Гоблиншар, пожалуй, один из самых странных бакуганов в принципе. Встретить его вы могли на арене Альфа Сити, где он сражался против Маруча. По сути, это просто глаз с руками и крыльями, но даже у него есть чувства, и серия тому доказательства. Только как бы он весь стадион не заплакал. Имя – Рафлизиан. Стихия – Хаос. Пол мужской. Характер мягкий, даже овощной. Особые характеристики – та же лоза из Бентен, только в коробочке. Рафлизиан своим овощным характером очень походит на меня, просидевшего несколько месяцев на изоляции. По словам Бэрона, бакуган не боевой, поэтому шансов выиграть у Шэдоу Проф у него не было никаких. В арсенале у этого бакугана почти нет способностей для атаки, только способностей для выживания. Хотя живое растение в бакугане – это и впрямь что-то новенькое. И это только одна третья всех бакуганов, поэтому если не хотите пропустить следующую часть, обязательно нажмите на колокольчик, просто чтобы не забывать обо мне и смотреть новые видео вовремя. Пишите в комментариях, какой ваш любимый бакуган в каждом сезоне и почему. Ну а если вам понравилось это видео, поддержите его лайком. всем спасибо за просмотр, будьте как лист, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok